Добрый день! Мы из Украины. Я рад приветствовать вас на своем канале. И как обычно, по традиции, мы с вами начинаем видеообзор по оперативной обстановке за прошедшие сутки. А сегодня у нас на календаре 3 сентября. И выпуск будет короткий, только оперативная обстановка и немного основных новостей. Но это не меняет ее сути и важности на сегодняшний день. Скажу так, что шахеда-бесия продолжается. Сегодня была неспокойная ночь. Оккупанты совершили очередную атаку ударными беспилотниками. Шахед 136-131. И по Украине было зафиксировано 25 пусков таких беспилотников. И сбито нашими силами противовоздушной обороны. 22 беспилотника. Три, к сожалению, достигли своей цели. В результате чего есть пострадавшие и повреждения инфраструктуры. Атака происходила в основном на Одессу. Я так думаю, что это ответка за то, что вышли два балкера, я вам буквально вчера об этом рассказывал, которые прошли вот этим коридором, зеленым коридором на Босфор. И они повезли металл и руду, железную руду. И тут же, видите, не прошло и нескольких суток, как Рашистская Федерация тут же нанесла массированный удар дронами. 25 штук это массированный удар, можно считать. В результате удар наносился по Одесской области, в основном по югу, по портам. Предварительно известно о двух пострадавших гражданских лицах. Им оказана медицинская помощь. И есть попадание в припортовую инфраструктуру в Одесской области. В результате чего возник пожар, который был оперативно ликвидирован. То есть Россия пытается хотя бы так предотвратить любые, или организовать, скорее так можно сказать, организовать морскую блокаду Украины. Ну тут в данном случае можно сказать моей любимой фразой, не дождетесь. Будет существовать. Завтра еще об этом мы поговорим. Завтра будут переговоры, где Эрдоган будет наклонять Путина на зерновую сделку. Но об этом чуть позже. Сейчас о военной обстановке в нашей стране и на линии фронта. Также за прошедшие сутки враг нанес два ракетных удара. Мы вчера с вами это разбирали. И 49 авиационных ударов. Совершил 66 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам в прилегающей, в прифронтовой зоне, на всю дальность досягаемости его огневых систем. В результате террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые. И есть разрушения среди жилых домов и гражданской инфраструктуры. То есть параллельно с ударами по нашим войскам враг наносит удары по гражданским объектам и жилым домам. Продолжая совершать военные преступления и геноцид против нашего народа. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается довольно высокая. За прошедшие сутки на линии фронта произошло более 30 боевых столкновений. Ситуация остается напряженной. Где-то мы обороняемся, где-то мы наступаем. Но сейчас мы разберем по оперативным направлениям. На Волынском и Полесском направлениях здесь оперативная обстановка без существенных изменений. В Белоруссии продолжаются совместные учения ОДКБ, где участвуют, как я уже говорил, 2,5 тысячи военнослужащих из 5 стран ОДКБ. Россия представлена меньше всех, кстати, на этих учениях ввиду отсутствия свободных войск. Вот такая вот интересная формулировка. Учения проводятся по организации взаимодействия между странами в ходе выполнения совместных задач. Вот так можно примерно сформулировать задачи этих учений. На Северском и Слобожанском направлении тут противник применил авиацию за прошедшие сутки и нанес авиационный удар в районе Чугуновки Харьковской области. А также совершил минометные артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов. Это была Черниговская, Сумская и Харьковская область. Купенское и Лиманское направления. Линия фронта. Здесь продолжаются бои. Мы ведем оборонительную операцию, но довольно успешно контратакуем. Синьковка. Так продолжается эта эпопея. Такие самые три. Это Синьковка, это плацдарм российских войск на реке Красный Жеребец, который они создали и удерживают. Там, кстати, есть у нас проблема с разрушением этих понтонных переправ. Мы пытаемся их разрушить, но пока не удается вывести из строя все. И Серебрянское лесничество. Но, скажу, очередная попытка провалилась со стороны ИПСО Рашидской Федерации в плане сказать, что Синьковку уже взяли. Никто ее не взял. Бои продолжаются. Кстати, они продолжают там танковые атаки. Но при этом мы довольно неплохо жгем эти танки. Особенно в районе Новой Егоровки. Там наши войска преуспевают. Ну, перед этим я вам говорил количество. Вчера шесть танков сожгли и сегодня тоже есть там потери. А в районе Новой Егоровки мы еще немного и подвинули контратакуя на плечах отступающего противника. Мы немного подвинули линию фронта в свою пользу. То есть в сторону оккупированной территории. Освободили еще какую-то часть территории. Но все равно ожесточенные бои от Новой Егоровка и Серебрянское лесничество продолжаются. Мы ведем оборонительную операцию. Иногда контратакуем. Противник атакует наши позиции. При этом о массированном или о попытке массированного наступления на сегодняшний день речь не идет. Они совершают перегруппировку. Часть войск перебрасывают в Запорожскую область. Часть войск они принимают из Рашистской Федерации. Но это очень, я бы скажу так, не полностью укомплектованные войска. Я уже не говорю об их обученности. Поэтому здесь вот такая вот ситуация сохраняется без особых изменений. Далее идем в Бахмутское направление. Тут наши войска за прошедшие сутки имели успех. Продвинулись на рубеже Авдеевка, Извините, Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка. Есть продвижение, на тактическом уровне есть продвижение наших войск. И что самое, ну, можно отметить такое важное, на мой взгляд, это то, что и появилась информация от наших военнослужащих, что на западной окраине Клещиевки идут ожесточенные бои. То есть наши войска начинают ликвидировать вот этот выступ на карте в районе Клещиевки, где Рашистские войска удерживают часть населенного пункта за железной дорогой с нашей стороны. Поэтому, ну, это получается с западной стороны. Поэтому вот такая информация о том, что я так понял, что принято решение все-таки выбить рашистские войска из Клещиевки и окончательно сформировать вот этот рубеж по железной дороге. Кстати, и на железной дороге тоже есть успехи. Мы за счет огневого поражения рашистских войск артиллерии, нашей артиллерии, мы фактически начинаем на некоторых участках, на вот этом рубеже Андреевка, Клещиевка, Курдюмовка, мы начинаем отодвигать рашистские войска от железной дороги. Несмотря на ту сборную солянку, которую они там собрали для ведения оборонительной операции. Авдеевское и Марьевское направления. Тут существенных изменений никаких не произошло. Противника продолжает атаковать восточнее населенного пункта Северного и южнее Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области. Все атаки противника безуспешные. Ну, я бы уже сказал, что и атаки не такие ожесточенные, как ранее. Если, допустим, на Купинском-Лиманском направлении, там более ожесточенные атаки, потому что там используются зэки. Вот эти вот зэки-шайгисты, как называют их наши военные некоторые, вот они атакуют. А за счет того, что их не жалко и за их спиной стоит заградотряд, они довольно, ну, это практически как пригожинцы. Но они не дотягивают до пригожинцев. Но, тем не менее, их атаки намного эффективнее, их атаки намного ожесточеннее. Вот так я бы сказал, неэффективнее, а ожесточеннее. Правильно это так будет сформулировано. Вот, чем регулярных, чем кадровых частей расистской армии. Вот, поэтому здесь на Авдеевском-Маринском направлении мы отбиваем все атаки. И линия фронта не претерпела за сутки никаких изменений. Далее Бердянское направление. Тут продолжается выравнивание линии фронта на рубеже «Приютное заветное желание». Вот, мы выравниваем линию фронта, как я вам говорил, но при этом наши войска продолжают движение в направлении «Заветного желания». Мы практически подходим уже к самому населенному пункту. Бои идут довольно ожесточенные. Мы продолжаем двигаться вперед. Враг постепенно отходит. Они оставили, в основном, ну, они сейчас пытаются сдержать наши войска в районе «Заветного желания». И, как я уже говорил, пытаются формировать, в районе Старомлыновки попытаются формировать какую-то линию обороны. Далее Мелитопольское направление. Ну, вот здесь больше всех новостей за прошедшие сутки, и они самые приятные для нас. Генерал Тарнавский сделал заявление, сказал, что вооруженные силы Украины, это уже официальная информация от наших вооруженных сил, от генерального штаба, из уст генерала Тарнавского он сказал, что вооруженные силы Украины прорвали первую линию российской обороны на Мелитопольском направлении. То есть, вот та самая злочастная линия, до которой мы шли два месяца, и потом почти месяц ее прорывали, на сегодняшний день, все, она прорвана, мы вышли в межпозиционное пространство перед второй линией. Ну, дословно генерал Тарнавский сказал, что украинские войска прорвали первую линию обороны России в Запорожской области. После нескольких недель тщательного разминирования и ожесточенных боев, также в дальнейшем ожидают более быстрого продвижения наших войск в глубину обороны противника. Однако, основные сражения еще впереди, поскольку россияне подтягивают резервы на этот участок фронта. Это то, что я вам сейчас говорил про 76-ю дивизию воздушно-десантную. Кстати, ну, там есть, сегодня появилась информация, есть эпизод, где наши войска атаковали позиции десантников, российских десантников, и применили кассетные боеприпасы. Так вот, та часть десантников, которая осталась живая после этой атаки, они покинули позиции. Правда, надо отметить, что пока что российские командиры сохраняют управляемость войсками, и с помощью угроз и принуждения им удалось вернуть десантников на позиции и продолжить оборонительный бой. Вот такие вот эпизоды появляются уже на этой линии фронта. И это уже за основной линией обороны. Это уже не в оборудованных окопах, в линдажах и всем остальном. Это уже на тех позициях, которые они успели занять, отходя с основной линии обороны. Ну, как я и предполагал, скорее всего, на следующей неделе будет три основных. Это направление на Пшеничное и Очеретоватое, а также бои развернутся за Вербовое и Новопрокоповку. Ну, если Новопрокоповку, я так понял, приняли решение обходить с Востока, наши войска ее обходят и дальше ее возьмут в полуокружение, и потом перекрестным огнем будут выбивать оттуда расистские войска, если они не уйдут оттуда самостоятельно, получив полуокружение этого населенного пункта. С Вербовым там сложнее, хотя Вербовое находится в низине, и все господствующие высоты, ну, во всяком случае, с северо-восточной стороны Вербового, все под нашим контролем. И мы можем спокойно, что называется, насыпать Вербовое столько, сколько до тех пор, пока враг там будет либо не уничтожен, либо не вынужден отойти на другие позиции. Но вот эти два населенных пункта станут основными Вербовое и Новопрокоповка, потому что это обеспечение флангов. Для того, чтобы не получить фланговый удар, и чтобы штурмовые подразделения наших войск могли спокойно продвигаться вглубь обороны противника, вглубь оккупированных территорий, нам надо мало того, что укрепить фланги, взяв вот эти два населенных пункта Вербовое и Новопрокоповку, ну, а дальше нам надо их расширять. Расширять. Я так понимаю, еще будут проводиться наступательные действия и поперек линии обороны, точнее вдоль линии обороны. Прорвав линию обороны, разворачиваются, и по тыльной части линии обороны проводится наступление, противник оказывается в полуокружении. Так что, вот, скорее всего, это будет следующая неделя, примерно такой курс может быть. Это мое предположение. Я не знаю, какое решение примет генеральный штаб, но логично было бы поступить так. Хотя наш генеральный штаб иногда креативит очень даже неплохо. Поэтому посмотрим, как начнутся бои с понедельника на следующей неделе. Таврийское направление. Тут противник наносит авиационные удары, к сожалению. Адрада Каменка и Ольговка. В Херсонской области было нанесено два авиационных удара. Также продолжаются артиллерийские обстрелы правого берега реки Днепр. От Никополя, опять попал Никополь под серьезный обстрел тяжелой артиллерии российской. Это либо дальнобойная калибра 152, либо артиллерия, либо реактивная. А также более 15 населенных пунктов от Никополя до Херсона подверглись огневому воздействию со стороны российских войск. В остальном ситуация на Таврийском направлении не претерпела изменений. Наши войска ведут контрбатарейную борьбу. Есть информация, что идут перестрелки. Зафиксированы перестрелки на Кимбурской косе. Но пока подробной информации нет. Подождем, что скажет наш генеральный штаб по этому поводу. Кто там стрелял и почему стрелял. И как сейчас ситуация на Кимбурской косе. Я знаю, что вы там несколько раз наносили серьезное поражение и системам ПВО, и радиолокационным средствам разведки. Почему? Потому что они отслеживают ситуацию вдоль нашего побережья и наводят и дроны, и шахеды, и крылатые ракеты и ведут радиотехническую разведку наших позиций. Поэтому там постоянно что-то прилетает, что-то взрывается. Вот опять есть информация, что там есть стрельба. Далее по ситуации в Черном море надо отметить. Враг вывел в Черное море сегодня днем. Вывел в Черное море один ракетоноситель с суммарным залпом 8 ракет Калибр. Он находится на боевом дежурстве. Судя по тому, что вышел он в послеобеденное время, можно ожидать сегодня ночью ракетного удара по нашей территории. Так что мы в готовности, как всегда, отражать любые нападки врага. В то же время Силы обороны Украины продолжают введение наступательной операции. Вот если как вывод общий можно сделать, то наступательная операция продолжается. Сейчас мы ожидаем, как сказал генерал Тарнавский, увеличение темпов наступления, потому что межпозиционное пространство преодолевать легче. Плюс, как выясняется сейчас по ходу штурма вот этих позиций, что основной упор в Рашистской Федерации или Рашистские военачальники делали на полосу обеспечения, которую мы преодолевали почти два месяца. Потому что линия Суровикина, так называемая, которой нас все пугали, оказалось, что она оборудована процентов на 60 не более. То есть она не в полном объеме была довезена до строительства. А вторая и третья позиции в этом рубеже обороны, давайте использовать более правильную терминологию, вторая и третья позиция по оценке некоторых специалистов оборудована всего на 20%. Так что посмотрим. Я не берусь судить, насколько это легче будет, даст нашим войскам преодолевать эту линию, но тем не менее, вот такие данные, что оборудование в полном объеме в инженерном отношении этих линий обороны, к счастью, нашему счастью, не закончено практически ни на одном участке. Они, видимо, решили компенсировать полосу обеспечения и компенсировать вот таким беспрецедентным минированием территорий на подступах к этим рубежам обороны. Но, как видите, это не спасло. Поэтому вот такая вот мы продолжаем наступательную операцию на, еще раз повторюсь, Бердянском-Мелитопольском направлении, проводим оборонительную операцию на Купинском-Лиманском направлении, а также на Авдеевском-Марьевском направлении. Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага. И 3 удара по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 6 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага, 12 районов огневых позиций артиллерии расистов, 2 состава с боеприпасами, 4 пункта управления и 1 зенитно-ракетный комплекс противника. Ориентировочные потери врага за прошедшие сутки составили в личном составе около 600 оккупантов, В технике танков 5 единиц, боевых бронированных машин 12 единиц, артиллерийских систем 22 единицы, реактивных систем залпового огня 3 единицы, Средств ПВО 1 единица, беспилотники оперативно-тактического уровня 11 единиц, автомобильной техники 59 единиц и специальной техники 6 единиц. Вот такие вот потери, вот такой урожай собрали силы обороны Украины за прошедшие сутки по всем оперативным направлениям и на линии фронта от Купенска до Херсона.